Отслужившие свой срок покрышки, жителям Тула необходимо оставлять на пунктах шиномонтажа, а не во врагах и вдоль обочин дорог. Из шиномонтажек по мере накопления резина вывозится силами главных территориальных управлений города. Сбор покрышек уже начался, в том числе и в автосервисе на улице Рязанской. За текущую неделю уже работа такая проведена. Вывезено порядка 1200 автомобильных покрышек, оставленных жителями города Тула. И это получается с порядка 72 точек, расположенных на территории города. Предварительно главы городских округов провели с владельцами шиномонтажек и собственниками гаражных кооперативов разъяснительную работу. А на точках были закреплены специалисты, которые контролируют этот вопрос. На территории центрального округа расположено 37 гаражных кооперативов и 49 шиномонтажей. Всех хозсубъекты мы собрали в своей администрации, довели до них контакты ответственного человека, которому они оставляют заявки по мере наполнения данных шин. Мы приезжаем и забираем их. И нам проще, чтобы они не захламляли ни лесополосы, ни овраги, ни кусты. Всего пунктов, где будут перерабатывать покрышки, два – в поселках Скуратово и Барсуки. На последнем только за этот год было переработано более двух тысяч тонн резины. Накануне наша съемочная группа выяснила, какая судьба ожидает старые покрышки. Покрышки снова возвращаются на улицы города, но в совершенно ином качестве. После нескольких стадий обработки они становятся покрытием для детских площадок, а металлические части идут переплавку. Анна Молодцова, Андрей Ремезов, Новости Тулы.